Ребята, всем привет! С вами Роман, вы смотрите канал Видеолепка. Сегодня я буду лепить двух новых сленди-пузиков. Монстра-ляля и пещерного пузика. Друзья, если вам нравится наш канал и вы до сих пор еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Для этого нужно нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Сначала я слеплю монстра-лялю. Начну с туловища. Далее слеплю заготовки для головы, рук и ног. Для соединения ног с туловищем буду использовать два отрезка из алюминиевой проволоки, для того, чтобы установить потом фигурку на подставку. Монстр-ляля, первая и единственная фаза ляли, появляется во второй главе. Не имея глаз, слышит все и вся, так что любой звук от игрока привлечет ее внимание. У Монстр-ляля, выцарапаны глаза, так что она не может нас увидеть. Наоборот, она слышит любые звуки, которые мы можем издать, бегая или прыгая. Она довольно худая и вся кожа в крови и в царапинах. У нее очень длинные руки и ноги, а на ногах есть по три пальца, похожих на куриные ноги. Антенна очень похожа на антенну дипси. Продолжение следует... Вот такая фигурка у меня получается. Теперь можно установить ее на подставку. Из желтого пластилина скатываю тонкую колбаску и доделываю пальцы на ногах. Субтитры создавал DimaTorzok При помощи красного пластилина сделаем на коже царапины и порезы. Субтитры создавал DimaTorzok Далее сделаю кран телевизора для нашего монстра Сленди Пузика. Осталось слепить голову и наша фигурка будет готова. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Итак, ребята, вот такая фигурка монстра Ляли у меня получилась. Напишите в комментариях, похоже получилось или нет. Далее я покажу, как можно слепить пещерного Сленди Пузика. Из коричневого пластилина я подготовил все необходимые части тела. Собирать же саму фигурку я буду на каркасе из алюминиевой проволоки. Пещерный или поврежденный пузик выглядит как большой мускулистый монстр. У него коричневая шерсть, антенна в виде креста. Челюсть пещерного пузика большая, открытая и кривая. Вместо левого глаза белая точка, она светится. Правая глазница кроваво разорвана, глаз идет вниз. Правая рука похожа на щупальце, шерсти на ней нет. На верхней и нижней челюстях есть небольшие зубы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Устанавливаю будущую фигурку на подставку. Из розового пластилина сделаю щупальца на левой руке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Далее слеплю все элементы головы пещерного Слендепузика. Далее слеплю все элементы головы пещеры. Субтитры сделал DimaTorzok Осталось доделать антенку и наш пещерный Слендепузик будет готов. Вот таким образом у меня получился пещерный или поврежденный Слендепузик. Ребята, напишите в комментариях, похоже получилось или нет. Огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Кстати, я слепил еще не всех персонажей из этой игры, так что если хотите продолжения, то пишите в комментариях. Ну а сейчас время приветиков. Приветы от меня сегодня получают Кот, Сергей и Топгейм. Ребята, передаю вам огромный привет. Также приветики получают участники нашей группы ВКонтакте. Владлен Мирошниченко, Никита Масюдский, Иван Раев, Матвей Матвеев, Дарина Уладбаева, Андрей Масалько, Птица Делепикаско, Данил Мишуков, Артем Зензин, Никита Джарахов, Евросинья Гопоненко, Валера Медведь и Ярослав Кольчугин. Ребята, передаю вам также огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»